Сейчас страны Восточной Европы, кроме Украины, используют всего 240 вертолетов типов Ми-8 и Ми-17, Ми-24 и Ми-35 советского и российского производства. Обслуживание таких машин становится все более проблематичным из-за санкций Запада против российского оборонно-промышленного комплекса. И также потому, что мощности украинского предприятия «Мотор Сич» подвергались ракетным ударам россиян, хотя об их результате сейчас мы узнать не можем. Некоторое время страны Восточной Европы смогут использовать соответствующий запас прочности, то есть мощности и запас комплектующих, чтобы удерживать в строю свои винтокрылые машины советского производства. Но через несколько лет вертолеты Ми придется таки списать. Приблизительно по такому же пути пойдет и Украина. Подтверждением чему служат слова высоких чинов США о замене советского авиапарка воздушных сил и армейской авиации ВСУ. И речь шла не только о истребителях и штурмовиках, но и о вертолетах. Давайте рассмотрим возможные варианты замены этих винтокрылых машин. Транспортно-ударный Ми-8 имеет полетную массу 13 тонн, поэтому не вписывается в натовский стандарт среднего вертолета с полетной массой 8-10 тонн. Тем более, что тяжелому Ми-8 сложнее уклоняться от ракет ПЗРК, чем его более легким европейским оппонентам. Поэтому для замены Ми-8 лучше покупать именно средние вертолеты западного производства, например, UH-60 Black Hawk, или же AW-149, они производятся в том числе на мощностях в Польше. Или же H-145M от Airbus, который уже служит в армиях Сербии и Венгрии как транспортная и ударная машина, также с этими машинами уже знакомы украинские силовики. Относительно замены Ми-24 или Ми-35, здесь ситуация несколько сложнее. Например, военные Чехии для себя решили, что вертолеты этого типа – это универсальное летающее БМП, заменить которую сможет лишь тандем из легких вертолетов, ударного БЛА-H1Z Viper и транспортного UH-1 УАйвеном. Если же искать замену в формате чисто ударной машины, то здесь выбор на самом деле невелик – БЛА-H1Z Viper, Боинг ИЕЙТ-64 и Апач, или же европейский Тайгер Атербос, который однако сейчас стоит только на вооружении Франции, Германии и Испании. Напоследок отметим, что по мере физического износа советских машин типов Ми-8 и Ми-24 восточноевропейские страны-операторы будут медленно отказываться от таких вертолетов. Поэтому предприятия, профиль которых – обслуживание винтокрылых машин указанного типа, имеют довольно ограниченную перспективу для работы, буквально в несколько лет. Спасибо за просмотр. Слава Украине!